Деогаз из водорослей. Миф или реальность? Река Днепр, в древности носящая название Борисфен, является третьей по длине после Волги и Дуная среди рек Европы. Ее длина ранее составляла 2285 километров, а после постройки водохранилищ и выпрямления реки в некоторых местах – 2201 километр. Ранее сильный природный механизм самоочищения реки перестал работать вследствие активной деятельности человека. Водоросли, интенсивно разрастающиеся в Днепре, все больше поглощают кислород и приводят к тому, что рыба начинает задыхаться, а воды реки все больше загрязнятся. Ученые во главе с профессором Александром Елизаровым из Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского в Полтавской области в Украине создали станцию под обочи биогаза из сенезеленых водорослей, размножающихся в реке Днепр и приводящих к цветению воды. Изобретение способно существенно помочь в очистке реки, а также организовать процесс отопления зимой. Александр Елизаров сообщил, что получение биогаза из сенезеленых водорослей является естественным процессом гниения и разложения водорослей, и что водоросли во время цветения частично превращаются в метан. Если их собрать в закрытый резервуар в июле-августе, то под воздействием солнечных лучей к осени начнет выделяться газ. Ускорить процесс выделения газа можно, установив ветряки для перемешивания водорослей и их подогрева. Процесс выделения газа длительный, и его можно беспрерывно получать до наступления зимы-начала весны. А остатки водорослей использовать в качестве удобрения земли перед началом весенних полевых работ. В таком удобрении отсутствуют тяжелые металлы, и оно содержит 63% органики, кальций, кремний и повышенное содержание калия и фосфора. Результаты тестирования полученного биогаза в лабораториях показали его высокое энергетическое качество. Биогаз, содержащий 85% метана, не имеет вредных примесей и является экологически чистым биотопливом. Его можно использовать не только для отопления, но и для приготовления пищи. Собретение ученых является довольно значимым, ведь на текущий момент для получения биотоплива используются культуры, которые необходимо предварительно выращивать. А сини-зеленые водоросли растут сами по себе. Разработанная установка позволяет получить со 100% массы водорослей 15% биогаза. Скорее всего, этот показатель можно будет повысить, если проводить дальнейшие исследования. Но и это хороший показатель, способный обеспечить теплом населенные пункты вблизи Днепра. Если использовать такие установки в водохранилищах, то это существенно облегчит процесс очистки воды и поможет рыбному хозяйству. В Австрии изобретение заняло первое место на конкурсе научных проектов. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей очистки рек и получения биотоплива, предложенного учеными из Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайте geocenter.info, allatravesti.com и allatradefisscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. А также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии внизу под видео.